Отгремел очередной, уже восьмой, фестиваль спектакля о любви свидания на театральной. О его итогах расскажу прямо сейчас. Срез театрального искусства за последний год. Рязанский фестиваль спектаклей о любви уже много лет приковывает внимание не только искушенных зрителей, но и критиков. Театры из разных уголков географической карты стремятся представить в рамках фестиваля новые грани любви, о которой так много поставлено, но исчерпать тему все еще не удается. Иванова. Опера. Экспериментальный спектакль «Верба Тим», как его назвали авторы. Члены жюри отметили как лучший на восьмом фестивале свидание на театральной. В этом году кроме ивановских артистов в свиданиях участвовали коллективы из Вологды, Пензы, Нижнего Тагила, Саранска, Республики Казахстан. Специальным гостем стал Московский драматический театр имени Ермоловой. Рязанский областной театр драмы представил в конкурсе «Шекспировскую 12-ю ночь» – нашумевшее романтическое приключение Юрия Печенежского. Вот, вот вам письмо. Скажите, что не вы его писали, не ваш здесь почерк, фразы, слабосочетания. И, наконец, не ваша здесь печать. Не скажете? А стало быть, я прав. Тогда прошу по совести ответить. Зачем? Зачем вы мне любезности дарили, принудили все время улыбаться и желтые подвязками чулки носить? Зачем вы приказали сурово старым топе обходиться? Трекировать прислугу? Уповая на вашу милость, я исполнил все! В итоге награды распределили следующим образом. Лучшая мужская роль второго плана – Игорь Рудинский за роль Живакина в спектакле «Женитьба» Вологодского областного театра юного зрителя. Лучший актерский ансамбль – Иванова опера из Ивановского драматического театра. Лучший дуэт – Валерий Рыжков и Анастасия Сылка, роли Шута Феста и Марии в спектакле «12-я ночь» Рязанского областного театра драмы. Лучшая история любви или лучший спектакль Иванова опера – Ивановский областной драматический театр. В художественном музее открылась выставка советской графики, как обычно, очень интересная и познавательная. Не пропустите! 90 графических работ советских художников, выполненные в разных жанрах. Истампы из коллекции Гали Георгиевской. В основной фонд музея вошло порядка 500 таких произведений. Для экспозиции отобрали самые примечательные. Вообще, о самой владелице жемчужин советской графики известно мало. Гали Георгиевская жила в Москве и перед своей смертью завещала передать коллекцию Фонду Рязанского художественного музея. Коллекция старая, она поступила к нам 60 лет назад, в 1963 году. Но очень долго ее изучение не продвигалось далее первоначального списка приемов по разным причинам. Вот сейчас мы как бы актуализировали эти вроде бы давно хранящиеся у нас листы, но при этом редко показывающиеся. Среди них есть настоящие шедевры, может быть, такое громкое слово, во всяком случае классические образцы печатной графики советского периода. Литография – это плоская печать с камня. Рисунок наносят специальным карандашом или тушью. Затем камень, так сказать, травят особым составом. Причем обрабатывают только те участки, которые не заняты изображением. После этого состав смывают и наносят специальную печатную краску, которая ляжет только на непротравленные участки. Произведение литографии похоже на рисунки карандашом. Но если рисунок карандашом – это произведение, существующее в единственном экземпляре, то все произведения печатной графики существуют во множестве оригиналов. На стенах пейзажи, портреты, натюрморты, а также произведения о жизни советских людей. Отдельно представлен зал с анималистическими работами и изображениями сказочных персонажей. Эта часть экспозиции будет радовать рязанцев и гостей областного центра все зимние праздники. Здесь в преддверии Нового года установят елку. Я думаю, что это станет местом для многих интересных мероприятий. Этому есть все предпосылки. Дело в том, что сюжеты этих произведений допускают разговоры бесконечные с нашими маленькими посетителями. Очень много сюжетов сказок, сказочных героев. Можно фантазировать, можно вспоминать. Взрослые посетители могут узнать в некоторых работах иллюстрации к своим детским книжкам. И с ностальгией вспомнить годы юности, когда каждый день был наполнен чудом. На этой неделе отметили Всемирный день акварелии. Выставки художников-акварелистов в художественном музее, кстати, тоже частенько бывают. Пейзаж, натюрморт, портрет, интерьерная живопись и композиция. Такое разнообразие жанров встретишь не на каждой выставке. Всю эту мозаику объединила акварель. Причем совершенно отличная от той, к которой мы привыкли. Это акварели от преподавателей и учеников школы Сергея Андреяки. Плотно, насыщенно, с первого взгляда больше похоже, что картины написаны маслом или акрилом. Сергей Андреяков автор новой методики возрождения акварельной многослойной живописи. Все, кто знаком с его творчеством, кто бывал уже в наших залах, отмечают особую виртуозность мастера, умение передать тончайшие нюансы и живописи, и каких-то композиционных находок. Нужно сказать, что это искусство всегда очень любимо зрителями, поскольку оно понятно, оно доступно. Такую живопись называют салонной. Пик популярности подобные сюжеты получили еще в 19 веке. Авторы пишут о многообразии русской природы, о неповторимом очаровании небольших провинциальных городов, о глубоко русском и родном. Потому, несмотря на разнообразие жанров и авторов, общее настроение экспозиции, романтизм, гармония и легкая грусть о чем-то неуловимом. Одна из художниц, чьи работы можно увидеть в зале – Ксения Кашина, сама выпускница школы, а затем и Академия акварели – Сергей Андреяки. Сейчас преподает там же. Техника многослойной акварели. То есть не техника а-ля прима, когда в один слой пытаются прокрыть всю поверхность сразу, а это многослойная, длительная техника, много сеансов и длительная работа. Наша техника – это реализм, работа длительная, тонкая, для рассматривания пристального, близкого. Одна из первых персональных выставок тогда еще молодого, но уже многообещающего художника Сергея Андреяки состоялась именно в Рязани. Тогда же он провел здесь свой первый мастер-класс. С тех пор тесная дружба связывает учебное заведение и художественный музей. Видно, что каждая эта акварель – это не сиюминутная, а не очень быстрая работа. Это работа очень тщательная, кропотливая. Акварельная техника вообще очень сложная. И работать акварелью, даже дети знают, как это непросто делать, а что такое многослойная акварельная живопись. Мы думаем даже показать нашим зрителям во время работы выставки. Общество акварелистов в России появилось в 1887 году, но после революции 1917 года его деятельность прекратилась, несмотря на то, что и в советский период интерес художников к акварели никогда не угасал. Возрождение произошло в 1998 году, когда появилось общество акварелистов Санкт-Петербурга. В настоящее время Академия акварелей и изящных искусств Сергея Андреяки – самое известное объединение акварелистов в России.